В пятницу 14 июля специалисты дирекции благоустройства города направили в полицию заявление по факту кищения и признакам вандализма на центральных улицах областного центра. Накануне здесь, на Первомайском проспекте и на улице Дзержинского было украдено 77 кустов роз. Специалисты дирекции приводят статистику, согласно которой 30% всех высаженных в ходе многочисленных акций роз было украдено с конца мая в нашем городе. Розы, благодаря красоте цветков и длительности цветения, широко применяются в озеленении парков, садов, приусадебных участков. Небольшие розарии вполне могут украшать и городские улицы или скверы в центральной части парка или на входе, или у общественных зданий. Прекрасно выглядят розы и на газоне в обрамлении деревьев или кустарников, к тому же защищают посадки от неблагоприятных факторов окружающей среды. Розы украшают многие города России, но Рязань до недавнего времени могла похвастаться разве что кустовыми розами, шиповником, во дворах жилых домов, в спальных районах. В последние годы ситуация изменилась. В этом году мы кустами роз оформили 11 клумб. Это немного больше, чем было в прошлом году. На этих 11 клумбах мы произвели посадку 2000 кустов роз. Существует огромное количество сортов. В частности, морозоустойчивые почвопокровные сорта роз, которые и зимовать могут без дополнительного укрытия. И уход за ними требуется не больше, чем за другими цветниками. Самое главное – это сохранить наши розы. Второй год нам это сложно, нам это трудно сделать, потому что есть жители, которые не гнушаются ничем. Несмотря на то, что мы стараемся сделать город красивее, все равно есть люди, которые выкапывают розы. Трудно не согласиться с утверждением известного ландшафтного дизайнера «Шаманская». Великолепные по форме цветы, многообразие окрасок и дивный аромат сделали розу любимым цветком всех времен и народов. Являясь преданными поклонниками этой культуры, многие дизайнеры считают, что роза должна быть в каждом саду. И не только потому, что розы необыкновенно красивы и благородны, а потому, что при всей своей царственности и якобы привередливости она позволяет решать в ландшафтном дизайне сада задачи, справиться с которыми не под силу ни одному другому растению.